Знакомый дворик, знакомая тачка, она заведена. Я в Камбезе, я в Кракасе, и мы куда-то едем. Кстати, забыл сказать, едем-то мы куда-никуда на озеро Благодатное, оно находится в целых 50 километрах от города. Для меня это, если честно, вообще новая локация, я там ни разу не был. Вот, и там будет проводиться заключительный в этом году для Хабаровска зимний этап ралли Айсберн. Я ездил там на прошлом этапе, те, кто не видел, посмотрите обязательно. Это наша уже, можно сказать, предпоследняя зимняя гонка. Почему предпоследняя? Потому что в следующую субботу, уже меньше, чем через неделю, состоится закрытие нашего Хабаровского чемпионата WT, точнее, его зимнего сезона. Вот, поэтому всех приглашаю посетить данное мероприятие. Почему? Потому что, во-первых, уже очень тепло на улице, во-вторых, едет ряд пилотов, блин, звук супер, ряд пилотов с Владивостока, с Благовещенска, поэтому в разных классах они будут выступать, поэтому, я думаю, вам будет интересно. Ну, и в-третьих, это заключительная активность перед небольшим межсезоньем, которое нас ждет, больше никаких шоу-дрифтов катушек и покатушек не будет, поэтому, ну, думайте сами, решайте сами. Пока едем, вот, расскажу тоже про маленький лайфхак, что ли, модное английское словто. Есть тачка, да? У нее нет колонок, это тачка для дрифта. Дорога тебе предстоит дальняя. Вот, и ты такой, а, не послушать мне по музыку. И ты такой, раз, взял блютуз-колоночку, блютуз-колоночку взял, музычку накрутил, например, фонка всеми любимого. Прощай, среди снегов, среди зимы, никто нам лето не вернет. Не вернет нам лето. Ну, а мы уже на какой-то загородной дороге здесь, вон, все в следах, во льдах, в реках и в следах. Я думаю, что скоро доедем. Техкомиссия пройдена, тут парочка недостатков есть, ничего такого, заветную наклейку получил, осталось сейчас ее пришпандорить вот сюда. Прошлогодним, типа, достижением. Ну, хотя пройти техкомиссию на РДС, это уже определенное достижение, чего уж душой так кривить. Все административные, технические проверки, комиссии пройдены, закончены. Давайте посмотрим, что у нас здесь в техпарке затаилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Тачки у всех подготовленные. Ну, я тут со своим кальяном приехал. А, кстати, да, почему со своим кальяном-то приехал? Давайте вернемся немного в прошлое. Перед гонками все занимаются какой-нибудь подготовкой своей тачки, что-нибудь с ней делают. Вот, ну, у нас тачка, в принципе, готова в основном. Смотрите, у нас, короче, булов уплевывает масло. Посмотрим сейчас, что у нас здесь на щупе. Что может быть там вообще есть? О-о-о! Офигенное! Просто филинное масло. И мне сейчас хочется провести операцию «Черный снег». «Черный снег». Итак, мы имеем открученный интеркулер. Здесь, 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 здесь. Расслабил. Резинки. Есть у нас два стакана мерных. Из-под американо с молоком. Кстати, да, люблю американо с молоком без сахара. Ну, вдруг вам интересно. Что, в какой будем лить? Я думаю, сначала начнем этот заполнять, потом сплюсуем с этим, если что. Короче, поставил, пока все это дело сливаться так, под углом. Красиво. В трекоротком рассмотрении тут уже видим полный, тотальный и фатальный. Вот что у нас в пайпах. Какая-то новая форма жизни пытается скрыться эта улитка в своей раковине. Полстаканчика-то набежала. 0,25 практически. 250 миллилитров. Всякого дерьма было у нас в интеркулере. Но сейчас-то мы его, конечно же, еще раз промоем внутри, чтобы там вообще все было девственно-девственно чисто. Вот. И все, можно будет обратно это все дело собрать и ехать кататься. Давайте я немного раскрою подоплеку вообще, зачем всю эту богадельню нужно было разбирать, собирать всю эту батарейную систему. У нас тут есть мотор. Да, кепчик. Есть турбина. Еще раз кепчик. Кто-то из них, короче, начинает потихо отшагивать. Мираной. Вот. Либо этот паренек, либо его подружка. У нас постоянно херачит масло. Херачит масло через вот этот сапун. Мы сейчас этот сапун перекроем и посмотрим. Если масло будет в турбине, то значит его следует турбина. И да, здесь такой люфт появился небольшой. Вперед-назад. Продольный и чуть-чуть совсем поперечный. Вот. Если масла в турбине будет, то значит, братан, скоро будем с тобой прощаться. Именно вот поэтому и нужно было всю эту ерунду разобрать, собрать, сделать так, чтобы все было чисто. И после этого все уже станет понятно. Кстати, давайте пишите, как думаете, кто умер у нас первый? Мотор или турбина? Турбина или мотор? Вот он наш конечный результат. Здесь мы заглушили, надели хомутик. Чтобы ничего не снималось. Он, конечно, так больше для понта, но все равно. И теперь у нас вот такая вот маслопомоечка идет. Японская, оригинальная, фирмы Греди. Траст Греди. Вот. На полтора литра. Ну и по совместительству это такой неплохой кальян, который поселился под капотом. Ну или вейк, кому как будет нравиться. Нормально, нормально. Так что, в принципе, тачка к ходовым испытаниям готова. Вот. Ну мы, поскольку ребята-то не шутейные, ходовые испытания будем проводить сразу в бою. Вот. Поэтому возьмем эту малышку, кальянчик. Вот. И двинем на ходовые испытания на ралли Айсберн. И вот я сейчас здесь перед вами. Давайте посмотрим, как там наш кальян-то поживает. Есть там у него что-нибудь на дне или нет? Вот какие-то пары, пары есть. Но в нашем Греди, обращай внимание, фирма, вот, там все нормально. Поэтому еще походит старичок, походит мужичок. Надеюсь, походит. Сейчас посмотрим, что оно здесь под бустом происходит. Блять, швыряет. Все понятно. И турбина швыряет, и мотор чуть-чуть сопуняет. У нас тут на горизонте какая-то тусовка, массовка, традиционный брифинг. Пойдемте послушаем. И спасибо нам, что мы с вами. А сегодня мы быстро управились, поэтому я предлагаю начать на полчаса раньше. Трасса скоростная, я надеюсь, вы накатаетесь. По плану у нас также 4 проезда. 2 в одну сторону, потом ознакомление, и 2 в другую сторону. Если всем все понятно, ни у кого никаких вопросов нет, всем ура по машинам и готовимся к старту. Все, вопросов нет, едем первым мутипажем. Штурмбанфюрер знает, если штурмбанфюрер успеет приехать. Вот, поэтому все. Так, ну что, давайте знакомиться. Толстый дрифтовый божок. И по совместительству мой штурман сегодня. Давай, давай, давай. Ничего мы как пить. Да, ну что ты, да. Шаааааа. О, огонек. Ну что, вот сегодня у Макса буду штурманить. Буду сейчас покажу такую дрифтную штуку. Сейчас, короче, будем вызывать сатану по видео. Старт правый 3 к 5, левый 2 на левый 0 к 50. Что это за херобора, интересно, да? На самом деле это обозначение трассы, которое позволяет пилоту двигаться с гораздо большей скоростью. Пилот предугадывает траекторию на два поворота вперед. Постараемся с Максом следя не обсериться и занять хотя бы что-нибудь. Хотя бы первое место. Да, хотя бы первое место, потому что в классе спорт только один данный агрегат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После этого будет регруппинг и все поедут по трассе в обратную сторону То есть сейчас там едут все против часовой, тогда поедут все по часовой стрелке Команда молодость и команда успех готова Сейчас поедем в обратную сторону Вот, ну и надо проехать и не обосраться Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один Старт! Правый два двадцать, левый пять, на правый пять На правый пять На правый пять На левый три На левый три Правый четыре и стоп Левый четыре и в пяти Левый четыре и в пяти Сто пятьдесят, правый три пятьдесят, правый два, на левый шесть, внимание, левый шесть, внимание, стоп. Правый четыре, левый три, стоп. Правый четыре, левый три, стоп. Левый три, стоп. Внимание, правый шесть, внимание, правый шесть. Левый два, правый четыре. Левый два, правый четыре. Левый два, правый три. Правый четыре, правый два. Правый два. По обстоятельствам, до левого три длинного. Левый три длинного. Внимание, правый четыре длинного. Четыре длинного. Прикорка, правый три, а левый четыре длинного. Прикорка, правый три, а левый четыре пятьдесят. Левый четыре пятьдесят. Правый четыре длинный. А никто не что-то здесь. Все, конусы не шивай, никто не включает. Ну-ка не уходи. Вот, это я понимаю, нормальное время. Три двадцать две. Что мы и планировали, в принципе, сегодня. Мы планировали сегодня три двадцать пять, на три секунды мы улучшили. Да. Короче, нормально, да. Нормально, ускорились. Вот, это было нормальное время, в принципе. Три двадцать две. А то прошлый заезд у нас был совсем в лоховской. Три пятьдесят шесть. Три пятьдесят шесть и три двадцать две. Ну, сами понимаете. Поэтому, в принципе, цель достигнута. Приехали не зря. Осталось сейчас тачку переобуть, собраться. И будем готовиться уже к Double D. Ну, если кратко подвести итог именно самих заездов, то все выглядело вот так. Первый заезд три тридцать. Время. Накинули пять секунд якобы за фальстарт. Я пошел немного качнуть, но что-то не захотели пять секунд скидывать. Вот. Второй заезд был вообще провальный. Четыре семнадцать. Просто мимо всех касс. Вообще, хер пойми куда. Вот. Третий три пятьдесят шесть. Ну, как бы могло быть и лучше. Там некоторые на ВД три сорок семь проехали. То есть три пятьдесят восемь, да, я вот вижу. Ну, то есть проехал как не на боевом шипе, а как на обычной тачке на ВД и на шипах. Ну, вот. И четвертый заезд. Как бы три двадцать две. Это больше похоже, конечно, на правду, на нормальное время. Каким оно должно быть. В следующем году будем работать над стабильностью. Будем пытаться ехать весь этот чемпионат. Вот. Потому что, в принципе, это довольно-таки интересно. И, ну, не требует каких-то больших инвестиций. Вот. Поэтому, блин, ребят, приобщайтесь к автоспорту. Это круто, это весело. Это интересно. Ну, и да. Иногда, конечно же, холодно. Особенно, когда нужно на морозе, на ветру менять колеса. Там и всей этой остальной ерундой заниматься. Так. Первое место в классе спорт занимает экипаж Максим Горбатенко, Сергей Беломеснов. Город Хабаровс. Тойота Альтеза. Ну, вы залазьте. Да я даже не знаю, куда встать от этих колонок. Вот сюда, наверное. Сейчас я уйду. Во, отлично. Мы их награждаем медалями, грамотой, именными кружками Альсберна. А также термокружка от нашего спонсора и партнера в компании Данлаб. А также я хотела бы вручить Беломесному Сергею лицензию участника, чтобы он уже начал, наконец-таки, участвовать и приносить спортивные результаты. Поэтому ждем тебя на этапах соревнований по дрифту. Ура, товарищи! Получи награду, человек. Супер, ехали, победили. Как у вас там хэштейн? Первое место. Вот такой вот, ребят, еще один автоспортивный день в копилке. Опыт получен. Пускай он, ну, не самый прям негативный или, наоборот, не супер-мега-позитивный, но, тем не менее, опыт-то я получил. Вот. Я понял, что не нужно расстраиваться, если что-то не получается. В конце я выкатил лучше, чем в самом начале. Большое спасибо организаторам за то, что организовали доступный автоспорт для простых людей, для тех, кто просто болеет тачками, у кого обычная машина, они могут приехать, приобщиться ко всей, к этой теме. Вот. Я сейчас гоню машину на Ильинку. Как я говорил, оставлю ее на стоянке. И буду тренироваться, тренироваться, тренироваться. Поэтому встречаемся с вами буквально через неделю на заимке. Ну, а те, кто не придет, традиционно смотрите следующие видосики, подписывайтесь. Всем рад, всем спасибо, всем пока. Прощай от всех вокзалов поезда, уходят в дальние края. Продолжение следует... Продолжение следует...